привет всем друзья вы на канале монета мания здесь я рассказываю редкие и дорогие монеты украины в этом выпуске покажу вам просто невероятную вот такую пробную монету или пробный жетон 96 года оригинальный который стоит но от 5000 гривен а также расскажу немножко о том какие монеты украины нового образца стоит дорого и почему их вели если вам эта тема интересна продолжайте смотреть итак начнем с того что монеты нового образца у нас были введены скорее всего для того чтобы сэкономить на металле потому что изготовление на металле изготовления самих банкнот таких как от 1 до 10 гривен стоит довольно дорого банкноты постоянно изнашиваются их нужно допечатывать а вот такие монетки в принципе у них заявлено срок службы до 20 лет хотя я думаю это не так и довольно сейчас много новых монет который просто приходит в негодность из-за агрессивной внешней среды ну и качество чеканки не очень хорошие в девяносто шестом году и вообще все время когда у нас создались украинские монеты на луганском станкостроительном заводе велись работы по удешевлению монет на монетного ряда как сделать так чтобы монетки стали как можно дешевле более кстати подробный развернутый видеоролик про эти пробные жетоны есть на канале у андрея канал называется раритет ссылочку на видео я оставлю в описании так вот использовать заготовки на разных металлах чтобы монетки с покрытием делать не из латуни и как можно дешевле они были если например мы сравним вот эту монету 96 года с обычной монетка 96 года у обоих как видите гурт у них одинаковый то монетка латунная которая производилась на луганском станкостроительном заводе она у нас будет не магнитная вот например мы возьмем магнит и попробуем ее примагнитить она никаким образом не магнитится а если мы поднесем к вот этой вот монетки на не родной заготовки она у нас конечно же примагнититься и если например вы встретите монету 96 года который было сделано на не родной заготовки это конечно будет стоить дорого вот здесь мы видим монета сделано avers avers так как тестировались заготовки было много разных заготовок с разным покрытием еще раз повторюсь у андрея показано много конкретных заготовок конкретных уже изделий на разных заготовках это очень эксклюзивный интересный материал рекомендую всем посмотреть конечно понимаю что многим важнее как заработать на новых монетах но эта информация действительно очень уникальная для тех кто занимается именно коллекционированием и вот таких вот пробных пробных жетонов не так и много было сделано потому что они привязаны к количеству закупленных заготовок на которых чеканился вот вот эта проба avers avers для чего чеканилась именно такое соотношение у нас avers avers они обычные с номиналом ну дело в том что так как заготовки не на родной металле и нужно было избежать того что они попадут в оборот мало ли какие вопросы и они у нас пробные и не считались деньгами а просто для обкатки оборудования и поэтому было принято решение сделать вот с двух сторон avers avers вот сейчас конечно существуют еще и монетки или можно так сказать жетоны с вот таким вот 50 50 с обоих сторон реверс реверс но они сделаны кстати на латунных заготовках они считаются больше как монеты хулиганки то есть они сделаны оригинальными штемпелями но на обычных обычных заготовках и не являются пробными пробными монетками хотя вот данный экземпляр является пробой конечно как проверять что это не вклеенный например сюда две монеты не склеенные две монеты или не каким образом ну не подделка во первых конечно нужно изучать монету по тому как как она выглядит то есть нет ли каких-то в резок вставок с обоих сторон монету это условно я сказал то конечно же не монета потому что нет номинала вот обращать внимание какой гурт и какой вес приблизительный вес этих двух за мага монеты и жетона одинаковый ну конечно может отличаться за счет того что у нас разные металл соответственно заготовки то есть в целом монетка весит 457 этот жетон весит а монета оригинальная весит 433 то есть у нас разница по весу вот но в любом случае это не какие-то мне нелитые монеты там из китая и так далее который сейчас реально наводнили рынок английский чекан подделывают сейчас у нас есть и какие-то копии 15 копеек и так далее там все сразу сразу читается все сразу видно а это более серьезная для нумизматов вещь в принципе за счет количества она инвестиционно привлекательно потому что действительно такую вещь хочется купить к себе в коллекцию и иногда когда приходят друзья показать что вот смотрите какая есть оригинальная раритетная вещь и причем для себя я понимаю что это оригинал что тут никаких нет в клея конечно бывает что склеивают две монеты стачивает но это все подделки по поводу сказал ссылочку на видео оставлю в описании по новым монеткам конечно же сейчас много вопросов эта тема сейчас на пике потому что эти монеты входят в оборот сюда интересно на чем можно заработать пока из самых дорогих вещей которые мы видели на продажах это были у нас пять гривен у которых нарушено соотношение сторон на 180 градусов вот аверс относительно реверса такая монетка стоит ну от 1000 гривен до 3000 гривен зависимости от состояния и от желания человека положить к себе такую монету в принципе были небольшие повороты и 1 гривны если они до 30 до 40 градусов они недорогие то есть вот желание конечно же купить к себе в коллекцию в принципе я бы заплатил но 50 гривен например я бы заплатил если там градусов 25-30 если больше конечно она уже стоит гораздо дороже это касается вообще и 1 2 гривен если такое будет нарушение значит у 10 гривен думаю такого еще у нас не было первая монетка всегда продается гораздо гораздо дороже потому что это уникальное хотя если найдена одна монета то скорее всего будут найдены уже и другие потому что все-таки такие браки возможны пока мы не видим такого брака на десятках вообще конечно меня закладываются и сомнения по поводу пятерок что все-таки 180 градусов это нужно было развернуть как бы пансон и я думаю вполне вероятно что это было сделано на заказ хотя я не консультировался ни с кем из сотрудников там национального банка но мне было бы интересно конечно узнать если знаете подробности напишите пожалуйста в комментариях ваши предположения как такой брак мог произойти но при том что монетки реально находились в разных уголках и были но люди находили реально из обращения вот по поводу браков что после того что вы нашли можно поискать поворот можно поискать браки это какие-то наплывы металла стоят недорого не про чеканы в целом их можно компоновать в большие лоты например по несколько монет с похожим браком у меня вот я показывал на своем канале были 5 гривен с разным браком с не про чеканом когда засоряется штемпель то есть это это интересно но только в комплекте когда мы компонуем несколько лотов прошу сильно маленькая у нас получается ну маленькая цена вот по другим моментом что монеты могут быть из неродных металлах но как вы видите здесь у нас 50 копеек и вот этот жетончик из неродного металла то есть мы можем их проверять обычным магнитом и вот так сори видите видеть прилепились на наши монетки еще рано и как мы видим 50 копеек обычные у нас не держатся а 50 копеек на неродной заготовки соответственно притягиваться то есть если вы возьмете одну-две гривны которые у нас обладают магнитным свойством они магнитятся вот как мы сейчас проверяем видите легко магнитятся если вы найдете не заготовки который не притягивается магнитом это уже интересно это может быть рассматривается как какой-то перед перепутка по металлу или какой-то брак вот десятки их думаю смысла нет проверять потому что они обладают слабо магнитным свойством за счет своего покрытия то есть они частично будут у нас примагничиваться но но очень очень слабо видите они скатываются можно сказать так что десятки можно не проверять но их можно смотреть на какое-то соотношение по бракам по монеткам 50 копеек конечно если вдруг вы найдете монетку 50 копеек который притягивается возможно она как раз сделано из вот такой вот заготовки и случайным образом попала в оборот но это довольно маленький вир маленькая вероятность хотя все редкие монетки находились однозначно из оборота это и гривна 92 года и какие-то браки и английские чеканы находились в обороте так что все у нас возможно надо просто просматривать я просматриваю сейчас пятерки когда всегда плачу на поворот в принципе хотел бы такую себе положить в коллекцию вот но вопрос только цены потому что сейчас немного их было найдено и цена на них довольно высока так что на них заработать вполне возможно если найдете в ближайшее время друзья спасибо всем кто посмотрел этот выпуск ссылочку на видео андрея оставлю в описании ссылку на свой ролик с розыгрышем там я разыгрываю монетку золотую папа как и покрытую золотом также я поставлю в описании и ставьте лайк этому видео до новых встреч всем пока